добрый день дорогие друзья приехала последняя в этом году 2021 году поставка у нас из италии поставка цитрусов из питомника оскар тинтери классный обалденный питомник которым который славится тем что у него есть огромное разнообразие сортов приехали все цитрусы в двадцатом горшке будем смотреть проверять видите небольшая плесень присутствует значит все таки какой-то конденсат был как-то вот это при этом мы знаем что присылают присылают растения сухими невлажными вот видите листики валяются все валяется принципе они небольшие много листьев валяется поскидывать я вам каждый раз показываю что они вот приезжают такие видите небольшой плесенью на горшках с сыпающимися листьями это опять же это не чья вина никто не виноват это опять же нужно учитывать что есть биологический ритм у растений есть правила перевозки и растения не все прекрасно приезжают а иногда они стрессуют то есть тут совокупность ряда причин почему и как поэтому питомник старается максимально аккуратно компактно все расставить все зафиксировать и я конечно бывает вот что тяжеловато даются перевозки но тем не менее приехали все красивые классные сейчас мы расставим и вам все покажем всем привет дорогие друзья хочу вам показать что у нас сейчас есть наличие наличие у нас еще много всего очень вкусного плюс ко всему хочу вам напомнить этот у нас уже видите приезжают собирают живью сейчас я вам расскажу что у нас покажу что у нас есть наличие а также напомню о том что в связи с тем что во первых близится новый год им очень большие нагрузки в транспортных компаниях поэтому скорее всего то есть если до москвы и ближних регионов мы отправлять можем но далее уже рискованно переживаем за то что посылки могут застрять где-нибудь связи с этим ведь у нас уже освобождено место место под солнцем для передержки до 9 января вот уже какие-то заказы у нас уже встают встают на место для специализированного будет место мы будем за ним смотреть ухаживать за вашими растениями и отправку будем осуществлять уже после 9 января поэтому если вас что-то интересует интересует растения которые у нас есть сейчас наличие мы можем ставить эти растения на передержку до 9 числа 9 числа вы напишите когда когда вам отправлять и какой-то транспортной компании будем отправлять поскольку риски есть всегда и хотим максимальных исключить во первых у нас с со второй половиной недели обещают похолодание поэтому в принципе если есть опять таки возможность сейчас мы отправляем ближние города пока не морозные пока есть время мы можем отправить потому что уже транспортной компании начинают немножечко хулиганить опять же есть момент того что мы можем отправить самолетом я уже говорила о том что мы отправляем самолетами но должны обязательно условия что у вас должна быть опять же возвращаясь тому что у нас есть отправки самолетом мы об этом говорили неоднократно и есть несколько условий причей причины опять же есть надо что самолет мы можем напрямую отправить вы можете получить буквально опять же зависимости от местонахождения в течение трех-четырех дней мы отправляем напрямую без транспортных компаний условия таковы что вы получать будете у себя в аэропорту то есть если вы находитесь живете в городе где где у вас есть аэропорт мы можем спокойно вам отправить растение сейчас и в принципе в любое время которое вас интересует растение движает замечательно мы уже неоднократно так отправляли и по по времени по деньгам скажем конкретно когда мы будем понимать во первых какие растения вес габариты посылки естественно местонахождение потому что опять же цену доставки и сроки нам говорят именно авиатранспорт то есть мы сами не знаем и не можем рассчитать нам нужно все узнавать если вас интересует пишите спрашивайте это что касается отправок да мы отправляем с утеплением но опять же говорю это риски потому что в транспортных компаниях бывают вот сейчас например идут задержки и растения посылках стоят принципе в помещении где тепло но может образовываться конденсат когда идет смена температур поэтому это все конечно не очень приятно и мы не можем гарантировать мы не можем мы не транспортная компания поэтому еще раз повторяю что сейчас мы до 9 числа оставляем растение на передержку если вы решили что-то приобрести именно те растения которые вы оплатили и далее отправляем так как вам удобно и в те сроки которые вам удобно дни опять же напомню дорогие друзья есть определенные моменты на которые мы тоже не можем влиять а именно того что после оплаты мы смотрим в зависимости от состояния растения состояния грунта грунт поливается исключительно индивидуально то есть мы каждый раз просматриваем проходим смотрим какой какое растение нужно поливать какое нет но тем не менее все равно бывает грунт полувлажный и поэтому нужно хотя бы день два на то чтобы у грунт немножечко просох чтобы не образовывался конденсат потому что это все чревато более того перед упаковкой мы каждое растение вам для себя в первую очередь мы его снимаем на видео снимаем как выглядит грунт сухой или не мокрый чтобы не было потом каких-то недопониманий опять же как выглядит растение перед упаковкой упаковы и отправляем бывает конечно форс-мажоры форс-мажоры бывают связаны с тем что транспортные компании приезжают могут общение приехать принести отправку на следующий день такое тоже бывает и бывает то что сейчас происходит не во всех транспорт косячат все абсолютно все и предугадать очень сложно рекомендовать мы не можем потому что мы не знаем как как они поступают то есть каждая компания всякие всякие нюансы могут сложиться и поэтому мы вас всегда предупреждаем говорим что это риски в любое время года независимо летом и зимой и весной любое время абсолютно и так что касается отправка ямскала опять же напомню что в компании могут по разному как сейчас происходит что посылки стоят могут день-два стоять а могут и больше стоять в питере на распределительных центрах и на эти моменты мы тоже не можем никак влиять хотя вот буквально сейчас две посылки застряли мы написали мы позвонили оператором менеджером этих транспортных компаний которые которым мы прикреплены попросили просто максимально максимально быстро среагировать что-то придумать чтобы посылки начали двигаться но опять же все что мы можем максимально мы делаем это что касается отправок в зимнее время и отправок именно перед новым годом это вот такие основные моменты я вам сейчас озвучила более того у нас приехала последняя в этом году поставка поставка у нас из оскар тинтери также у нас наличие есть еще растения из сицилийских питомников причем есть разные большие и маленькие есть экзотические растения и уже конечно же мы собираем заказ на январь поэтому если у вас есть какие-то пожелания оплачивать не нужно достаточно просто написать что вас интересует чтобы вы хотели взять в январе феврале пишите пишите обязательно более того обязательно напишите большая к вам просьба напишите что вы хотели бы какие сорта из питомника оскар тинтери потому что мы сейчас будем кидать заявку и уже на следующий год делать заказ в начале года поэтому пишите обязательно это что касается растений которые есть сейчас и которые мы ожидаем поставки у нас будут конечно же как всегда каждый месяц каждый там через две недели а может быть и чаще посмотрим все зависит от того что есть наличие питомников будем все рассказывать рассказывать про сорта обязательно будем рассказывать про сорта делиться той информацией которую мы находим еще раз повторю и скажу о том что описание сортов которые вы найдете на наших сайтах на наших страницах наши группах это чисто наши описание которые мы находим питомниках более того опять же информацию об этих сортах мы находим определенных источников и есть сорта которые описание сортов которые только у нас я могу это прям вот заявить однозначно поскольку я ищу и занимаюсь изучением этого материала я знаю какие сорта где описаны и какое описание на какие сорта нет вообще описание никакого не фотографии ничего поэтому еще раз говорю о том что это наши авторские права мы имеем полное право об этом говорить потому что сорта описываем мы сами которые те сорта которые у нас представлены на видео и плюс виде постов это описание сугубо лично наше опять же исходя из внешнего состояния растения то есть мы описываем как выглядит само растение как выглядит листовая пластина что она себя представляет и если она например приехала с плодами конечно же мы описываем как выглядят плоды и вот например мы показываем показываем и рассказываем итак основные важные такие моменты я вам сказала и теперь мы приступим к тому что я вам расскажу и покажу что у нас есть наличие что приехала поэтому кому интересно выбирайте пишите спрашивайте всем приятного просмотра и до встречи начну я с того что приехала быстро конечно все уже расходится быстренько все мы ставим на кому на отправке потому что опять же напоминаю что к нам можно приехать и забрать растения кто в санкт-петербурге плюс мы отправляем на такси мы отправляем курьером сейчас мы решаем вопрос можно ли отправить блаблакар то есть это уже моменты мы думаем рассматриваем поэтому приезжайте смотрите разбирайте потому что действительно сорта очень классные я бы сказала исключительно редкие но нужно учитывать специфику тинтери поскольку у тинтери замечательные есть супер классные сорта но размерный ряд небольшой то есть прививки молодые небольшие и показываю вам как они выглядят то есть есть двадцатый горшок с плодами побольше размером и есть опять же показывают место у нас где мы фотографируем и есть который совсем-совсем малепусики и сказать точно какой сорт приедет в каком состоянии очень сложно потому что все индивидуально тинтери еще раз повторяю отличается тем что у них уникальные сорта у них привиты все сорта на волкомерианы практически все цитрусы которые у нас из италии они все привиты на волкомериану это раз-два у тинтери невысокий штамп небольшой горшок достаточно легкий двадцатый горшок это торфококосовая смесь и у некоторых горшки добавлены удобрения в картинтере и так что у нас есть такие вот классные прекрасные гибриды это наша оранжекваты не очень хорошенькие очень вкусненькие пышненькие опять же есть у нас вот такой замечательный гибрид это гибрид маргариты и рука буду плоды у него похожи на кумкваты у тани кузьмук есть этот сорт и она его описывает и очень нравится действительно потрясающе интересный больше похож на кумкват обалденно обильно плодоносит также у транжекват непон тоже всем известно это все из гибридов кумкватов очень вкусные интересные сорта далее тарока апельсин классный из группы тарока такие вот два шикарных классных обалденных я по-другому не сказала апельсин ипполита он действительно очень сладкий очень сочный очень вкусный ароматный пигментированный с ягодным вкусом что касается того что я описываю сорта у меня все обалденно классный шикарно да да мои дорогие я обожаю цитрусы обожаю их за и вкусовые качества за красоту за то что они просто невероятно красивые невероятно вкусные интересные и описываю свои ощущения исходя из того что я пробовала что чувствую что знаю как то так нравится не нравится прости моя красавица от a38 это тангора это гибрид это смесь клементина и апельсина очень вкусные действительно обалденный достаточно редки редко бывает и моего рекомендую вот такие вот три экземпляра остальные выбраны либо выбирают такой потрясающий обалденный мандарин цвет сицилии это сладкая сицилия вот остался один это новинка про все сорта я расскажу более подробно вот остальных роликах опишу это у нас оншил варикатный он кстати всегда приезжает небольшой по вкусу плоды напоминают также как обычный оншил сочные крупные без косточек обалденные полосатые и очень красивые действительно красивые замечательные главное что вкусные и сладкие обалденный а вот как вот описать мандарин муркота вот как его начали описать как не обалденный как не вкусно я не знаю потому что это реально сочный сладкий вкусный мандарин с небольшим количеством косточек сейчас магазинах некоторых магазинах он продается то есть плоды у нас есть дегустация вам еще раз покажу плоды достаточно хорошего среднего размера обильно плодоносит потрясающие вкусовые ноты вот ну невероятно он настолько сочетает все слюни потекли потому что он сочетает такое количество сока такое количество вкусовых ароматов и он потрясающий вот это вот муркот есть его же его же его же где он у нас стоит сейчас покажу вам его не вижу наверно где-то здесь стоит афр это его мутация вот тут мандарет про них это же вам сейчас расскажу где же стоит афр сейчас я вам найду и расскажу в общем афр это его идет мутация обалденная вкусно классная но отличается муркот и афр тем что у афр нет косточек а так это тоже обалденный невероятно вкусный сладкий мандарин далее два потрясающих панкана про панкан я вам уже рассказывал неоднократно это медовый обалденный сладкий вкус сочный ароматные потрясающие аму а 8 тоже у нас есть ролики про него также как и про панкан кстати сказать 8-то пигментированный ягодных аромат бесподобный гибрид у него потрясающие просто плоды обалденные вкусные сочные нежные с таким набором просто невероятным набором в лесных ягод что прям хочется все время есть и есть и есть и он обалденный он классный этому 8 кино потрясающий кино тоже сладкие все мандарины которые про практически вот все мандарины которые мы берем они все сладкие не все ароматные они все отличаются опять же мы делали дегустацию разных мандарин показывали у каждого есть свои специфические нотки которые очень сложно объяснить очень сложно описать потому что ну вот не хватает нам не хватает нам аппетитов чтобы объяснить в чем разница то есть есть более насыщенный такие тяжелые наверное бы сказал такие более ягодные ноты у кого-то более легкие нежные тонкие с такой легкой кислинкой в общем они все отличаются но сложно сказать как но они невероятно вкусные невероятно обалденные невероятно сладкие приехал апельсин варригадный есть несколько сортов варригадных апельсин это не тарок это не тарок он идет под вот этой биркой то есть у него тоже он похож лист чем-то на тарок тоже такая желтая красивая варригадность и если тарок а варригадный идет с красной пигментированной мякотью это просто и желтая такая ярко насыщенная мякоть тоже плодики такие полосатые он тоже очень сладкий очень вкусный и невероятно невероятно красивый приехали еще два новых сорта это тарок афолия дим неспола переводится он как тарок а с листьями мушмулы потому что видите листья действительно чем-то очень напоминает мушмулу потому что мы похожи лист реально только муж моему только мохнатый а у этого тарока гладкий он реально похож на лист мушмулы по описанию это обалденно очень ароматный очень вкусный сладкий пигментированный апельсин с нотами также ягоды присутствует еще какого-то тонкого такого вкусового непонятного очень интересного оттенка в общем два потрясающих новых реально новых сорта это у нас вот идет тарока неспола так дальше тут я вам показала сейчас я вам покажу дальше дальше у нас кремитин аноси ну аноси я вам три много раз рассказывала что-то наивкусненный просто наивкусненный мандарин обильно плодоносит очень сладкий средним размером вкусно ароматные плоды плодоносит он очень обильно прям пуговками цветет и дает большое количество плодов он очень компактный карликовый аккуратно и всегда такой красивый это она все потрясающе климати наносит такими апельсиновыми нотами долго мы ждали очень мы долго ждали наконец-то не дождались я вам описывала это реально классный обалденный мандарин чикули пикколо это тордиво это после поздний спелый сорт мандарина если вы пробовали в магазинах продавался такой мандарин бэбик он небольшого размера он безумно сладкий он безумно сладкий так вот вот пикколо очень-очень похож он маленький небольшого среднем такого скажем так маленького размера легко чистится тонкая кожура очень ароматные косточки практически не попадаются но иногда и он насыщенный он просто потрясающе самое главное он обильно безумно обильно плодоносит и это чикули пикколо его разбирают просто вот молниеносно вот три штуки как бы стоят и однозначно однозначно они уйдут новый сорт это тоже у нас на ранее как-то нет не на ранее забыла и обязательно вам расскажу про этот сорт это мандарин это новый вид мандарина новый сорт он у нас только появился чем он примечателен это обалденный интересный сорт плюсы я вам расскажу единственный его недостаток он тисловатый а вот все остальное я вам отдельно сделаю ролик и расскажу и дальше оругроз долго мы его ждали в моего заказа на протяжении уже наверно пяти лет это потрясающий мандарин вкусный сочный сладкий ароматный божественный просто по-другому не сложно описать удивительно очень потрясающий его достойно иметь место в коллекции потому что он очень сладкий насыщенный и классный просто классный потому что он обильно плодоносит очень вкусный это ора гроз опять же говорю что разбирается он просто очень очень быстро новинка пикси долго тоже мы его ждали просили этот сорт пикси манди у него там несколько названий сладкий такой аккуратный всегда компактный карликовый потрясающий очень вкусный сорт сладкий самое главное что он реально сладкий очень вкус это пикси манди я тоже новинка лимон тонда в адрес это круглые четыре сезона плоды у него круглые он как лунарио постоянно цветет плодоносит и плоды у него а как я уже сказал круглый он потрясающий очень классный очень интересный необычный и это сорт достаточно новый и волкомеряна ехала волкомеряна в прошлый раз была волкомеряна варигатная в этот раз мы обычно взяли варигатной не было но мы повезем обязательно следующем году а обычная волкомеряна потрясающая потому что она очень очень обильно плодоносит у нее ярко насыщенный очень вкусный невероятно вкусные плоды кислые обалденно ароматный в большом количестве среднут разнормального нормального размера как положено овальнее ярко-ранжевого цвета вот как выглядит волкомеряна всегда спрашивают вот это волкомеряна которая плода носит и и этот сорт еще примечательным тем что практически все цитрусы привиты на него то есть он является восхитительным подвоем для всех цветов поэтому правую камеряну мы тоже делаем отдельный ролик дальше кто у нас тут на очереди а вот он тангора он крупнее покрупнее чем муркот плодону покрупнее чем муркот они также очень ароматные очень вкусные ярко-ярко-оранжевый цвет и тонко кожура легко чистится но без косточек великолепный обалденный потрясающий слов нет честно приехала совсем чуть-чуть мы брали совсем понемножечку поэтому совсем вот буквально по одной по две штуки разных сортов поэтому имейте ввиду что выбор не небольшой в этот раз мы брали понемногу снова года конечно возьмем побольше сейчас взяли в минимальном количестве апельси ой лимон простите лимон ванильный это бескислотный очень обильно подоносящий лимон он действительно потрясающим ароматную такие овальные плоды очень вкусные интересные ну красавец слов нет и у него еще ноты ванили присутствуют в кожуре а то есть вот такие два чудесных ванильных лимона дальше 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 это барнел я уже рассказывала в прошлый раз приезжали кстати сказать вот эти мне кажется даже немножечко побольше покрупнее по размеру это у нас лимон барнел у него аромат у плодов и листьев есть такой тонкий замечательный насыщенный аромат бергамота плоды поли овальный как груша тоже у нас был ролик и вот это вот тут самый классный божественный суперский действительно суперский это барная очень вам его рекомендуем мандары тоже долго-долго ждали это гибрид очень классный обалденный гибрид сладкий вкусный ароматный такие замечательные саженцы их совсем чуть-чуть небольшом количестве тоже рекомендуем ванильная перена сладкий бескислотный ароматный такой оранжевого цвета насыщенный обалденный апельсин осталось совсем чуть-чуть три штуки рангпора это кислый рангпор помните я вам говорила плоды у него кислые вот есть у нас лимита де лимита де де рангпор сладкий как мандаринки видите на мандаринки похоже а это как раз кислый вариант эти экземпляры по 3000 тинтер еще раз напоминаю что тинтере у нас приехали двадцатый горшок 4800 дальше пока вот здесь рядышком мы стоим сейчас покажу кто тут еще у нас есть бицарио лимон дальше есть у нас апельсины остается вот пока выбирают рука буду потрясающий по 4 500 по 4 200 классные чего-то в наличии и и и и и сейчас еще покажу кто приезжал гранат кстати у нас тут все цветет всего лишь 2000 это у нас классный вкусный обалденный обалденный гранат крупноплодный и так покажу кто еще приезжал кого уже забрали чтобы вы визуально видели что можно еще заказать вот приехал тоже новинка тонда лимон тонда не назову новый сорт тоже он округлый с такой бугристой кожурой это новинка вот афуэр и далее отто варикатные мандореды так апельсин сангвинио дальше мейера мейера и гибрид мейера и чин лимон скажем так санта барбара это санта барбара у нас такие вот уже в принципе растения которые стоят и они уже чита и в заключение сегодня заканчивают я вам показала то что приехала у нас новинки заключение хочу сказать смотрите спрашивайте пишите совсем их в маленькой маленьком количестве остается совсем совсем чуть чуть то есть завтра еще будем фотографировать присылать видео вам показывать показывать как выглядят и какие есть сорта и завтра я вам сниму ролик обзорный ролик что у нас есть сейчас растение кстати себя чувствуют все превосходно дают прирост и кстати сказать коктейль ему мы очень понравился я вам расскажу состав коктейля плюс опять же на время пока растения стоят мы новый сделаем коктейль опрыскивать новому коктейлю плюс мы обрабатываем от вредителей в этот раз мы будем обрабатывать препаратом 30 плюс опять же говорю о том что мы стараемся обрабатывать препаратами которые имеют более биологические биологическую основу потому что у нас появилась новая сотрудница и мы вам ее потом покажем пушистая красивая очаровательная кисурочка поэтому конечно мы тоже будем следить за тем чтобы обработки были биопрепаратами опять же все это будем тестировать смотреть вам обязательно рассказывать итак завтра мы сделаем ролик более подробно я вам расскажу о других растениях которые у нас сейчас есть наличие опять же напомню что у нас есть цитрус из прошлых поставок из тинтере пока что по 4000 в двадцатом горшке и 5500 в двадцатом горшке 4500 из сицилии плюс совсем чуть-чуть видите остается у нас в маленьких горшках восемнадцатых и шестнадцатых в общем всю вот эту красоту я вам завтра более подробно расскажу опишу поэтому помимо того что у нас приехала можно приобрести еще то что у нас есть сейчас наличие микроцитрусы есть экзотика есть и если интересно пишите я обязательно схожу в гости во флоромикс и сниму и делаю ролик что есть у них потому что есть у них олива у них есть лавр еще что-то мимоза по моему еще осталось поэтому дорогие мои хорошего вам приятного просмотра пишите спрашивайте оставляйте свои комментарии и до новых встреч всем пока